Меня попросили написать эту колонку, потому что я был одним из создателей Коммерсант.ФМ, хотя роль моя в целом была невелика, потому что радио не делают инвесторы и не делают управленцы. Радио не сообщает новости быстрее интернета, радио не терпит размеренности журнальной статьи, хорошее зрелищное телевидение кроет радио по накалу впечатлений, страстей, и денег радио приносит совсем немного. Но мы очень хотели радио, мы верили в него, и спустя много лет, когда отшелушивается вся эта технологическая корпоративная шелуха запуска. Возможно, моя единственная роль состояла в том, что я на необходимости этой станции просто настоял. Аргументов не было, поэтому нельзя сказать доказал, развел, выпросил, но просто настоял, и акционеры и газетная редакция тогда плюнули и смирились. Спасибо и им тоже за это. Если отринуть все поверхностные коммерческие соображения, весь маркетинг и инсайт, почему мне казалось, что это важно? Почему мы хотели вообще делать радио? Почему, хотя из него вышло совсем не то, что было придумано на берегу, и уже, в общем, никого, кто начинал этот заплыв, не осталось, мы вспоминаем до сих пор об этом гордом? Или в более таком общем виде, в цифровой бег бесконечного выбора, сплошного андеманда, моментального употребления, высоких скоростей, почему мы по-прежнему любим радио, так мало, по сути, по сравнению с другими медиа, изменившимся? Почему радио не умирает под натиском сети? Почему не съежилось до нуля еще раньше, в эпоху тотального телевидения? Чем оно нам дорого? Почему оно нам важно? И у меня есть самый простой ответ. Потому что радио — это свобода. Как театр, который не сгинул от появления кино, радио сиюминутно и вечно, оно происходит здесь и сейчас, а как будто происходило всегда. Оно моментально и бесконечно, изменчиво и текуче. Его производство гибко и относительно дешево. Ему гораздо проще отреагировать на любое событие, любой поворот повестки. Оно всегда было и будет ближе к самому простому человеческому общению, устному. Закрой глаза. Этот голос, льющийся ниоткуда, из компьютера, из динамика, с улицы — это и есть радио. Радио — это мама, поющая колыбельную, гомер, считающий корабли. Радио самое деликатное из медиа. Оно не требует твоих рук, не требует твоих глаз. Оно претендует только на одно из наших чувств и оставляет свободу готовить, везти машину, лежать на больничной койке, спускаться с горы на лыжах. Хорошее радио — это просто голос внутри тебя. И он даже гораздо лучше совести, потому что его можно выключить. Никто уже так не делает, но память о том, что радиоприемник довольно легко собрать самому, в моем поколении еще жива. И она делает радио еще самым демократичным, самым понятным медиа из всех живущих. Топография любого крупного города до сих пор содержит в себе рынок радиодеталей. И хотя там сейчас продают в основном айфоны, да и радио мы слушаем через айфоны, но это важное напоминание того, что свобода рукотворна. Ей не нужны тиражи, бумага, типографская краска, сложные студии, камеры. Хотя сейчас у нас бывают настолько сложные, что даже не требуют звукооператоров и монтажеров. Смысл у этого упрощения тот же. Технология движется к своему началу, чтобы оставить вас с голосом наедине. Ведущий у микрофона и слушателю приемника радио очень честный труд. В нем по-прежнему много прямого эфира. Радиозвезд не узнают в метро. И если мы честны перед собой сами, мы знаем, кто кого по-настоящему стоил и когда. Козырев, Познер, Уэллс, Соловьев, Рузвельт, Стерн, Земфира, Шнур никогда бы не стали собой без радио. И, возможно, к лучшему. Радио не знает границ. Огромная бабушкина радиола на тонких ножках с легким треском в моем детстве переключалась между такой греческой теплотой и скандинавским битом. И радиоволны нашего детства разбивались и советские маяки, но приносили и всякий джаз, избивчивую испанскую речь и неповторимую интонацию старого Би-Би-Си. И никто тогда не возил с запада газеты. Из журналов до Олимпийских игр, я имею в виду 80-х, я видел только один раз расклеившийся плейбой. И иностранное телевидение ловили под Мурманском на границе с Норвегией в замерзающих деревнях, а вот радио было живым и единственным доказательством существования всего остального мира, его какого-то разнообразия, его немарксистской сложности и величины. Мой сосед очень боялся ловить свободу и слушал какую-то другую станцию на французском языке, потому что ее не глушили, а французского он не знал. Но именно эта станция с вальсирующими позывными и грассирующими ведущими и была его свободой, безо всяких кавычек. Радио, еще шире звук, делает нас свободным от устаревания, от гниения, от сиюминутности моды. Но при этом он сохраняет нас, как сохранил уже в записях для нас предыдущих. Смотришь хронику и суетятся всякие плоские люди, отнесенные во времени в никуда. В архивах телевидения всякие странные, молодые, длинноволосые, безнадежно вышедшие из моды люди. Невозможно сосредоточиться на сказанном. А звук, в отличие от текста, сохраняя объем, интонацию, обертон, он не делает нас глупее. Он вычленяет нас из незначимого контекста. Он умнее нас, правда, тоже не делает. Сколько ты ни маши руками, сколько ни морщ лицо, этого все равно никто не увидит. Именно на радио мы равны себе. И именно на радио нам за себя не должно быть стыдно. Спасибо вам, господин Попов, на улице имени которого я вырос в Петербурге, за это такое спутниковое Пи-Пи-Пи, за голос Америки в непротопленной коммуналке, за эхо Москвы и Жени Шаден, за метроном Левитана Битлз, за Норкина с Быковым на Коммерсант-ФМ, за прямые эфиры с Болотной 6 мая, за наше радио, каким его больше нет, и за Европу Плюс, какой ее пусть не будет. Спасибо.